Всем привет! Уфили заметки о Черкесии и сегодня мы поговорим о таком местечке, известном как Некопсе. Древняя епархия, христианская, зигская, центр ее точнее. Итак, не так давно мне удалось побывать в поселке Новомихайловка, где я со второго раза нашел наконец-то руины Некопсе, как я думал изначально, но на самом деле это руины одной из крепостей, которая прикрывала основной город Некопсе. Сама Некопсе находилась на территории самого поселка Новомихайловки, ближе к берегу, на речке. Говорят, там есть определенные остатки, которые можно увидеть, но пока лично не видел, не убеждался в этом факте. Что можно сказать вообще о Некопсе как таковой, теория. Образовалась она считается где-то в районе 5-6 века, временно истинья она была основана как колония и сразу же там была установлена епархия, центром которой она стала, зигская епархия христианская, из которой шло распространение христианства в земли будущей Черкесии, тогда еще среди зихов. Что интересно, что этой зихской епархии, он упоминается в документах, где он подписывался на общем собрании Никейского собора. В течение времени, естественно, там все менялось, в Некопсе то становилось центром, то становилось периферией, то есть там зихская епархия перемещалась на Тамань в Тамартаху и обратно. С переменным успехом этот город существовал примерно до 13-14 века, когда с уходом Византии из этого региона он потихонечку зачах и его отдельные сооружения этого городка использовались адыгами уже для своих каких-то хозяйственных или военных целей. Есть упоминания 19 века, не могу сказать точный источник, может быть, конечно, это и неправда, но вроде бы как говорят, что вот именно на этом изображении нарисованы руины, нарисованные Некопсией в 19 веке. Что касается сегодняшнего дня, сегодняшний день само присутствие как таковой классической Некопсии, как епархии в этом месте, оно оспаривается. Ну, есть старая легенда, которая уже как известна легенда, уже никем она особо не утверждается как научная. Это тот факт, что якобы в Новом Афоне Некопсийской епархии была. Ну, эту легенду придумали сами монахи Нового Афона, когда вот этот запускался большой проект имперский свой Афон, свое христианство, возрожденное здесь на Кавказе, в Абхазии. Как бы ничем оно другим особо не подтверждается, да и противоречит тому факту, что была еще Аббасская епархия, которая как раз таки там, скорее всего, и находилась. Так что эта версия отпадает. Вторая версия не такая, скажем так, легендарная. В ней есть определенная логика о том, что якобы епархия эта находилась в районе Сочи, между Хоста и Мацеста. В ее пользу обычно приводит тот факт, что епархия, она как бы должна иметь вокруг себя много церквей, да, то есть, что она содержать должна? Паству какую-то церковную иерархию иметь, да, большую. И как раз вот по Мзымте и по прибрежной части Сочинского района очень много древних христианских церквей, до сих пор их фундаменты сохранились. Но, опять же, как говорится, тот факт, что вокруг Новомихайловки и в окрестностях сохранилось мало церквей таких, не говорит о том, что их здесь не было. В пользу именно Никопсии Новомихайловской говорит тот факт, что и здесь были церкви, и крупный собор фиксировался, и даже в крепостях вокруг церкви были, и она находилась ровно на том старинном пути, который связывал побережье от Абхазии, да, к Анапе, с северными склонами, то есть здесь шла дорога старинная, она и сейчас есть, это лесовозная дорога сейчас, которая связывает Новомихайловку с горячим ключом. По пути здесь тоже были и крепости, также, допустим, план подновисла, да, укрепление подновиса с церквью, и в горячем ключе находили остатки церквей, и, в общем-то, христианство отсюда распространялось в Прикубане очень активно, миссионеры шли именно как раз из этой епархии некопсийской. Поэтому Новомихайловка оказалась таким центром-перекрёстом, и это в пользу её говорит. Значит, вокруг неё находилось ещё два укрепления, которые прикрывали город с моря и со стороны гор. Со стороны гор, к сожалению, точно установить сложно. Ну, есть люди, которые там вроде бы где-то лазили, но почему-то они не оставили после себя никаких нормальных данных о том, что за холм такой над Новомихайловкой, где потенциально находилась эта крепость. Ну, по крайней мере, они там ничего не нашли, кроме кучи каких-то камней. То есть, непонятно даже природного они характера или искусственного. Что касается Приморской крепости, то она наиболее изучена, скажем так, благодаря случайности. Почему? Потому что когда-то её нашли на так называемом мысе Бескровном, который нависает над восточным пляжем Новомихайловки, где там сейчас дачные посёлки различные разбиты, расположены. Сейчас там находятся, скажем так, уже руины, в свою очередь, советского лагеря ростовского «Альпинист». Значит, он заброшен сейчас. И там же находится здание девятнадцатого века, классическое здание двухэтажное, в котором жил полковник А.И. Бескровный, которым в девятнадцатом веке выделили вот эту землю под дачный участок. Ну, не в нашем понимании дачный участок, что огороды копать с лопатой, а место отдыха, то есть загородный дом. Вот он там себе этот дом построил. Сам он был на тот момент начальником Новороссийского порта. Большую часть времени там жена его заведовала. И вот когда они провели межевание и хотели расстроиться больше вокруг дома, очень наткнулись на разные экспонаты, которые в земле были. И вот Бескровный тогда обратился к имперской тогда археологической комиссии, для того, чтобы они привели здесь раскопки. Правда, до того момента рабочие, которые там вот это всё копали, они уже успели себе прибрать к рукам многое. Остатки, что они имели сохранить, Бескровный передал императорской этой комиссии. С 905 года начались раскопки. Там были найдены различные личные церковные вещи 6-7 веков. А также 10-11 веков. Сама крепость на этой территории, говорят, там была крепостная стена большая вдоль обрыва всего моря. И с передней стороны ко входу сейчас, где дорога подходит. Но её растащили местные на фундамент. Так что сейчас там ничего не осталось из этого. Тут же находили и могильники 6-7 веков, схожие с найденными недалеко в Туапсе. По формату, видимо, монахи там были похоронены. Комиссия археологическая, она описывала, ну она мне очень большие раскопки провела. И она описывала, что на тот момент уже был известный факт, что ещё до Бескровного сюда приезжали турки. И копали там чернокопатели ещё в 19-м, даже в 18-м веках, скорее всего. Известно даже, что в южной части Оврага, который сейчас там ещё виден немного, в 1907 году ещё виднелся подземный ход с арчатым сводом, который, видимо, вёл к берегу моря. Он был таким чёрным ходом из крепости. В общем, эта крепость использовалась, когда в плохую погоду, допустим, или когда нельзя было пристать нормально к берегу посёлка. В восточной части бухты подходили корабли, спускались на лодки и привозили сюда, поднимали в крепость всё, что нужно. Ну или во время, допустим, осады посёлка. Крепость была, в принципе, самодостаточным сооружением. При этом известно, что в средневековый период турки использовали вот именно это местечко для того, чтобы устроить там крепость. Она называлась Дузукале. Именно поэтому и мысль местечко называлась Дузукале. Иногда крепость Дузукале называется. Они там соорудили небольшую крепость прямо на фундаменте старинных остатков крепости. Потому что, в принципе, очень удобно, стратегически здесь было. Там содержался крупный гарнизон. Но, как бы, кроме небольших работ, саму крепость старинную они не восстанавливали и за ней не следили вообще. Она разрушалась. И во время натурок она как раз пришла в полный упадок. Ну и что сказать. В 1906-1907 годах, в 1910 годах две экспедиции, три точные было. Поверхностно очень прошлись по вот этой вот территории и забросили. Был сделан небольшой раскоп, в котором кусочек крепостной стены изучили, вкладку, и он так и остался лежать. Сейчас его видно на сегодняшний день. В общем, если туда подъехать, там есть памятник большой сейчас обновленный. Ну это же памятник табличка, что это охраняется государственной крепостной Копси. Рядом отвал. Вот этот вот под деревом, в корнях дерева вот эта кладка стены осталась. Единственное, что там можно посмотреть. Потому что кладка стены, которая находится вдоль обрыва моря, она не очень понятна. То ли это новодел, то ли это старое что-то. Это смотрится внушительно. Вся остальная территория занята лагерем. Кое-где ямы, видимо, были, где оторвались какие-то вещи возможные. Известно, что там фундамент церкви находился древний. И вот эта кладка, где стеночку эту откопали, там видимо вообще туалет устраивали, когда советский лагерь был. В общем, вот этот вот очень странный способ варварства, который, я думаю, был одобрен государством, в общем-то не очень понятен. Вот. Так что будем надеяться, что все-таки эти остатки жалкие, остатки того, что там еще осталось, изучатся. Как это будет изучено, точнее, современными специалистами. Найдется кто-то, кто проведет эту экспедицию в те районы, поставит обмечательную точку на исследовании Новомихайловской и Никопси. Сами же экспонаты, насколько я понимаю, выставляются где-то или в Петербурге, или в Москве. Самые, ну, дорогостоящие, это там стекло, серебро, бронза, там, такие вещи. По крайней мере, в старых данных они изображены, новых исследований я не находил. Поэтому вот такая информация на моей карте, которую я прикладывал, и под этим роликом я тоже еще раз ссылочку оставлю. Можно прям весь маршрут посмотреть от Новомихайловки, я там прорисовал его по дороге к самой крепости, сходить там посмотреть и прикоснуться к этому месту самому лично. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok